В этом отсеке находится дизель, то есть автономный, бак под ним, аккумуляторная батарея, то есть где-то прошел ураган, провода, пока аварийная бригада работает, этот можно уже развернуть, то есть непосредственно дать людям тепло. Подцепил и повез. Если на дворе зима, а где-то встала котельная, генератор запустит насосы. С другим оборудованием появится тепло и вода. В случае ЧП на доставку спасительной аппаратуры сутки обещают в краевом Минстрое. Предположим, что в каком-то населенном пункте края из-за морозов вышла из строя стационарная котельная. В этом случае в течение суток туда привозят вот такую котельную, передвижную, ее подключают напрямую к теплосети и в домах жителей снова появляется тепло. Примерно так произошло прошлой зимой в Змеиногорске. Мобильная котельная несколько суток не давала жителям замерзнуть. Муниципалитеты в этом году в списке риска, но в районе уверяют зиму встретить готовы. В том году произошла ситуация, почему? Потому что новая котельная была подключена к старым тепловым сетям. Сети оказались не готовы к данным, и произошел порыв. Пока 13 декабря мы не переподключились к новым тепловым сетям. На данный момент работы по объединению шести котельных полностью все закончены. Прогвожены новые тепловые сети. Поэтому, в принципе, в этом плане, если проводить аналогию с прошлым годом, уже такого не будет. Передвижные котельные установки, это дизельные генераторы, это, ну, скажем так, тепловые пушки. С разными вопросами у нас там город Славгород завершается работа и много работ. То есть, по устранению замечаний, там большое количество замечаний, это город Яровое, также на слуху, то есть, ну, это большая теплоэнергетика. Есть там проблемы с запасами топлива у нас в городе Камень, на Айби тоже этот вопрос сейчас на контроле находится министерство. В этом году аварийный запас пополнят на 3 миллиона рублей из краевого бюджета. В следующем еще на 10. Вопрос экстренной энергопомощи по-прежнему актуален. На прошлой неделе в правительстве края сообщили, что почти 20 районов могут вновь не получить паспорт готовности к отопительному сезону. У них еще два месяца. В Минструе надеются, что все это спасительное оборудование все же не понадобится. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.